Так что вот четыре главных фактора, где все они должны действовать одновременно. Если одного из них не будет, то эффект будет практически нулевой. Отсюда можно разрабатывать уже метод тренировки. Ну, допустим, первое, интенсивность сокращения мышцы. Спрашиваем, с какой силой надо сокращать мышцы, чтобы тренировать быстрый или гликолитический мышечный баллон. Из физиологии известно, что есть правило рекрутирования мышечных волокон. Вот о чем много говорит. Я поднимаю свою собственную руку. Ой, как легко, никаких проблем. Потом я беру более тяжелый предмет. Потом уже чувствую легкое напряжение. Беру еще более тяжелый, уже здорово напрягается. Это я так чувствую. На самом деле, что там я чувствую? Оказывается, вот когда я легко поднимаю, работает одна десятая часть мышцы. Двуглавая мышца плеча, да? Если я беру более тяжелый вес, уже подключаются новые мышечные волокна, и они работают. Но другая часть не работает, она отдыхает. Еще больший груз, еще больший мышечный, еще больший груз, еще больше. Наконец, предел 100%. Все включились. Так вот, эти быстрые мышечные волокна, как правило, высокопороговые, как говорят, двигательные единицы, с ними связаны, они работают только при максимальном напряжении. А в физиологии известно, что это должно быть больше 80% ухода, максимальной произвольной силы. В этом случае точно работают все быстрые мышечные волокна и все окислительные или медленные. Они одновременно все работают. Дальше называется интенсивность упражнения. Одно сокращение, это я продемонстрирую, а потом я все равно расслабляюсь, отдыхаю. Значит, нет никакого работы, отдыхают мышцы. А если все это суммировать, работа-оддых, работа-оддых, получается средняя интенсивность упражнений. Поэтому она может быть 10%, это когда я тяжесть поднимаю, в гире какую-нибудь, или же приседаю со штангой. А если я начинаю бежать в спринт или прыгать, то интенсивность возрастает до 100%. Вот так можно рассматривать эти упражнения. Короче говоря, можно делать разные упражнения, прыгать, тяжести поднимать, в спринт бежать, ну для ног, в частности. А эффект может быть одинаковый. А от чего довезет эффект? От наличия этих четырех факторов. Как их создать? Надо определенную продолжительность упражнения задать. Откуда берется эта продолжительность? Она берется из вот этого, прежде всего, фактора. Надо сделать так, чтобы было как можно больше свободного креатина. То есть весь креатин фосфат разрушен. И оптимум, дионов водорода. Вот при поднятии тяжести или при спринте будут разные цифры получаться. Но ощущение должно быть одинаковое. Оно называется отказ. Вот если вы поднимаете штангу, допустим, жмете лежа, подняли ее там 8 раз, девятый не можете поднять, отказ, вы ее не можете поднять. Или бежите спринт 100 метров. На 80-м ноги отказываются работать. И техника меняется. Начинает человек назад отклоняться и бежит в позу вперед. Это классический случай, что мышца отказывается работать, и она не сопротивляется. Почему отказ происходит? Потому что запасы креатин фосфата уходят. Образуется много свободного креатина. Уже закисление начинается. И вот это вот то, что нам нужно. Оптимум. В принципе, даже сейчас можно определить, сколько этот оптимум составляет. Поскольку в основном мы силой занимаемся со штангой, с тяжестями, да? Давайте определим. Если мы один раз штангу подняли и положили, даже 100%, спрашивается, что произойдет внутри мышцы. Практически ничего. АТФ разрушится, а креатин фосфата почти не разрушается. Ну, чуть-чуть. Будет закисление? Нет, не будет. А если два раза? Значит, чуть больше, но все равно мало. А если три, если четыре, если пять? Короче говоря, когда время начнет приближаться где-то с 20-30 секунд, вот тогда и будет наблюдаться максимум расклада креатин фосфата. А это и будет с точки зрения поднятия тяжести от 6 до 12 раз. Подъем тяжести, ну, с весом порядка от 80 до 70 процентов от максимума. Вот поэтому-то подъем этих весов и обеспечивает максимальную гипертрофию мышечной массы. Причем, я говорю, мышечные массы, это как в книжках написано. А на этом языке, на котором я сейчас говорю, будет максимальная гипертрофия быстрых мышечных волокон или гликоритических. А что будет происходить с окислительными? Почти ничего. По какой причине? Потому что там регионы водорода не будут образовываться. Они же окислительные, там метафондрии полно. И они регионы водорода все уничтожают. И поэтому окислительные тренироваться не будут. А быстрые, гликоритические, будут тренироваться. Спрашивается, а зачем вам, борцам, это безобразие? Выходит человек, культурист. Работает, правит, вот по этой схеме работает. И выходите вы. Он вот такой громадный, пускай у него будет вес 100 кг. Против него выйдет 70-килограммовый парень. Я вас уверяю, все равно 70 кг победит. Но не потому, что он техничнее, а он выносливее. Он через 30 секунд начнет его уже более-менее сопротивляться, а через минуту он будет королем. Почему? Потому что у этого будут гипертрофированы только быстрые мышечные волокна. Они гликоритические. Через минуту они все перестанут работать, если он будет сопротивляться и активно бороться. Через минуту они все перестанут работать, они все будут мертвыми. А больше у него ничего нету. Значит, он стоит как мешок. И иногда вот на ринге боксер боксирует, да? Мешок. У него руки уже опустились, но не поднимаются. Его бьют и бьют. Хотя вроде бы мясо есть, что-то есть, но это мешок. То же самое у вас в борьбе. Человек через минуту-две может превратиться в мешок, в котором что хочешь, что и делаешь. Поэтому, вот этот метод тренировки, который я вам сейчас рассказываю, да? Называется тренировка быстрых мышечных волокна. Это классический вариант, который вам объяснял еще Зоциорский. Конечно, не сам его придумал. Взял у Бергера, у американца. Который это более-менее четко все проделал. Обеспечивает максимум прирост мышечной массы, который вам не нужен. Вот к чему я веду. Хотя его тоже можно создать, но пока он вам не нужен. Надо создать увеличение гипертрофии других мышечных волокон. Прежде всего, отнеслительных медленно. А в книжках про это ничего не пишется. Они даже не понимают, как их можно отдельно тренировать. Вот сейчас я про это вам поздравлю. Ну, если дальше пойти, то здесь начинается интервал отдыха. Значит, подняли вы 12 раз штангу. Довольно сильно закислились. Много свободного креатина. Значит, первую минуту бион водорода и креатин вместе работают. Они работают на общую пользу. Через минуту креатина уже не будет свободного в мышце. Он весь восстановится. Значит, этого фактора нет. А этот фактор вредный. Его становится еще больше. И получается, что делать сиреной водородой? Надо быстро уничтожить. Надо быстро их убрать. Поэтому интервал отдыха должен быть 5-10 минут, но активного отдыха. То есть, он не должен стоять на месте. Он должен либо ходить, либо руками махать. Но что-то он должен делать. Так, чтобы потреблять кислород. Чтобы митохондрии, сердце, диафромы, других мышц съели эти ионы водорода. То есть, минуту они еще полезны, а все остальное время они вредны. Они начинают разрушать вашу мышцу. Поэтому активный отдых 5-10 минут. Дальше идет количество повторений. Сколько раз за тренировку можно выполнить это упражнение, или эту серию? Ну, говорят так, что, допустим, до 3-х раз это тонизирующая работа. Если это будет от 4-х до 9-ти раз, это будет развивающая. Ну, вот там культуристы могут до 16-ти раз пахать. Но это только в случае приема анаболических стероидов. Потому что все эти вейдеровские системы рассчитаны только на людей, которые съедают этих таблеток горстями. Только они могут столько сделать. И не повредят еще себе. Потому что они компенсируют это все огромным количеством гормонов, которые вводят извне. Нормальный человек выдержит только 4-9 раз. И за счет своей собственной команды. Мы тоже ухаживаем по-своему. Поэтому одному можно чуть побольше, другому чуть меньше. А столько раз в неделю тренироваться. Количество тренировок в неделю. Ну, если всего делаете 3 подхода, то это вообще тонизирующая работа можно чуть ли не каждый день это делать. Никакого вреда не будет. Даже сила будет растихнуть кончик. А если это развивающая, то больше 2 раза не рекомендуется. Ну, 16 я вообще не говорю. Сумасшедшие. Итак, один раз в неделю почему? Как правило, аудитория спортивная. Этот вопрос может ответить. Обычно не задумывается. Но когда я начинаю спрашивать. Если человек, который мало тренируется, наверное, большинство из нас, и я в том числе, залезет на стол, спрыгнет, залезет и спрыгнет, так сделает в 100 раз, то что будет с вами? Неделю отдыхает. Неделю отдыхает? Правильно. Значит, что будет в течение недели? Первые 3 дня дикие боли в мышцах. Потом боль начинает утихать, к 7 дню все в порядке. Что это такое? Боли и так далее. Значит, когда вы спрыгиваете, возникают огромные механические нагрузки. Эти нагрузки механические достигают там 300-400 килограммов. И миофибрилы, которые вы напрягаете, подвергаются мощному разрывному действию. Если эти миофибрилы неправильные, уродливые, как я говорю, а мы все становимся уродами, когда не тренируемся. Что значит урод? Я в этом смысле, не в плохом смысле, так вот, для красоты. Что такое уродливые мышцы? Это вот, смотрите, вот пальцы все разной длины, да? Это как будто миофибрилы. Значит, самая короткая миофибрила, она не может длинно растянуться. Она должна в первую очередь взорваться. А вот эта длинная, то есть вот так вот на самом деле, да? Вот так вот вроде все одинаковые, да? На самом деле вот это уже выпрямлено, а это еще не выпрямлено. И вот тогда вот короткая, берет на себя нагрузку и разрывается. После того, как миофибрила разрушена, она должна быть полностью уничтожена. Вот эти лизосомы начинают ее съедать. А когда плотное тело превращается в рыхлое, да туда еще вода заходит, клетка набухает, растягивает мембраны, а там болевые рецепторы. И вот они начинают болеть. Смышка турбер такой мощный. Он будет трогать, она болит дико. Вот это вот и есть ощущение боли. Локта тут к этому отношению не имеет. Значит, за 7 дней она успевает разрушиться, за 3-4 дня, а потом наполовину синтезируется. И вот поэтому и получается, чтобы мышца хотя бы наполовину была построена обратно, да, нужно хотя бы 7 дней. А вообще она полностью строится, ну не полностью, на 90%, 95% за 15 дней, а вообще полностью, не за 90%. Какая часть строится наиболее долго? Та, которая связана с сухожильной частью, или перехода мышц в сухожильную. Вот эта часть, коллагеновая, она строится очень долго. И поэтому, вот смотрите, вы попрыгали, 100 раз прыгнули, потом через 7 дней мышцы перестали, опять прыгают. Постепенно мышцы перестают болеть. Что значит перестают болеть? Они все становятся одинаковыми, эфибрилы. Вся нагрузка ложится сразу на все активные мышечные волокна. Они крепкие, они выдерживают все сразу. Помните, как китайскую сказку с веником? По одной палочке легко ломается, а весь веник не сломаешь. Вот мы превращаем мышцы в веник. И таким образом она не рвется. Но это не значит, что нет микротравм. Потому что сухожильная часть, она не строится. Вы ее все время дергаете, дергаете, дергаете. И в конце концов накапливаются микротравмы, а потом вроде бы двинул ногой. Она взяла и порвалась. Нагрузки-то не было, она порвалась. Откуда? А вот оттуда. Отсюда я, например, запретил вообще делать все упражнения негативного характера, силового характера. Вот бывает штангу берут весом больше, чем свои 100%, и пытаются опустить на себя и сопротивляться. Запрещают. Запрещают спрыгивать. Помните, Верхошанский придумал метод тренировки, опубликовал это, и все осталось распространять. Запрещают. Микротравмы накапливаются, травмы будут дикие. Не надо этого делать. Не надо уродовать свой опорно-двигательный парк. То же самое и с борьбой. Если есть много бросков, много падений, огромное их количество, вы хотя бы в уме посчитайте, сколько раз он упал, две недели вы так его помучили, потом будьте любезны, две недели, хотя бы он не бился и не ударялся. Что-то другое надо придумать, чтобы партернель, допустим, работал. То есть вот тут надо над этим вопросом задумываться, чтобы не было накопления микротравм. А микротравмы вот эти вот исчезают, ну хотя бы за 30 дней. То есть вот надо какие-то периоды давать, чтобы не было ударов, битья какого-то по мышцам, что-то было. Мышцы успевали вовремя, тогда микротравмы будут уходить. Продолжение следует...